КУЛЬТУРА СЕРЭДНЕГА ПАЛЕССЯ 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 А культура довольно забавная. Это культура мочанок. Что такое мочанка? Татьяна, ты ведаешь добро? Я хочу сразу сказать, что я ведаю добро, но многие имеют явление о мочанке только по наших ресторанах. Мочанка — это такая разностальная ежа, и ее готовят и в выгляде супа с мясом и рыбами, и в выгляде такой подлинки до блинов. Мочанка роза называет. Ну так, роза. Татьяна, по-моему, пропала из эфира. Можем уже... Не, мы и шуем, а ли такая наводка пошла, да? Ну, бывает. Да. Я просто хочу згадать, что у культуры мочанок так званая ежа культура пательни, калі такая широкая-широкая, як по-русскі кажуть, сковорода пательня, и там, ну, все, там мясо, там грыбы, там некий соус на муке, крыху бульона туды добавляецца, ну и много-много, и падается туды блиныць и свежий хлеб. И вось пачынаеш гэта мачаць и выграбаць с пательни, таму што гэта наводка раскладаць, я не ведаю, чому раскладаць, калі избираецца некалькі чалавек над одной пательни, и пачынае туль ўсё гэта доставаць. Вот такая вот культура. И ешчэ ёсць такое дзилное блюдо, хоць яно и не вельми дзилное, але я паразіўся таму, наколькі яно суадносіцца с традицыйным амерыканскім блюдом, так званым янкі хаш. Гэта ператёрты картофель с тушёным мясом, ну, с дабаўкой бульонам и крыху алейчам, ўсце добавляецца, ў Беларусі гэта завецца верашчака. Гэтах верашчаку таксама много розных тыпов, як і мачанок, але ў аснові ўсць ляжыць то іш блюда, якім карысталіся на амерыканскім флоті часоў яшчэ вайны за незалежнаць. Гэта янкі хаш і верашчака – гэта індэнтычны два блюда, хоць адно національнае амерыканская, другое національнае беларуская. Такі цікава на тэт. Ой, да патрымлёцца, што амерыканцы – это наши сваяки. Мога патрым. Как выяснилась? Да, як высветлилась, да. Як высветлился, да. Такі національні блюда. Ну я ше раз скажу, гэта культура палесся. Палесся гэта ўбоголі сезонна яда, сезонна якультура. І калі летам, вось, такі, вось, прасмакі можна гэтам карыстацца, то ў зімку, калі ўсё гэта адрэзана, калі вёскі замираюць і жыць цё там замирая, ботам пачынаець з падвала ўдаставаць, тое, што, вось, закаталі ў банкі, тое, што, захавалі ў некім консервованым віде, і вось, 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 ўсё поїдаецца. Ось, я перспрашаю, вельмі смешно адрэмалася, як ты, Ярослав, казал, што культура на запашування на зиму характерна для полуднюй Білоруссі. Зараз, по-моєму, для усюю Білоруссі у нас ўсё почні гады характерна культура на запашування на зиму. Навод, люди, які всё жили в городі, і на дачі приїжджали, там, пожали шашлыки посмажуть, да, і вони почали слить, там, плантавки, бульбы на лесящах. Ви сами себе приковываються, де нябудь соціальних світках, да, істинній Білоруссі, там, піставці. Чуті ўрожі. І ви запашування, просто, усе почали. А, Даря, че, ти допомогли ідентріфіковаць, до якого культура относяться религіонам, вона має прозвість. Всьо-такі, він наміяжий заходний і полєцькій культуру. І так не вийдеся, правда. Культура грибовий мачанок і культура колбасової характерна. Грибовий мачанок і культура грибовий мачанок і культура грибовий мачанок і культура. Грибовий мачанок і культура грибовий мачанок і культура грибовий мачанок. Всьо там на паутні іде. Ти не вийдеся, коли зараз проїхати по Білорусі, то не на Вито на Берастейщині, і побачити, абрешті не. Побачити і не вийде. Я ведаю тому, що мені там далекі срійки, і так саму вийде. Справа зараз не буває, так і хоча б так, у об'єдці. Так, там шмат бараною. Ну, на Берастейшині єсть умови, де їх разводити, тому там я наебуті. Вось такі справи з Білорусської кухнію. Ну що, будем подводити некий выник нашій программі? Да, я полагаю так, що время в Нью-Йоркі вже подошло к ланчу. І це як раз приятного апетита Ярослав. Ну, що касається Мінська-Беларусь, то там сейчас уже 7 часів вечора, правильно? 7 часів вечора, ну я не знаю, це то, що називається ужин. Якщо ви там ще ужинаєте, то приятного апетита вам. Ну, нам ще рановато в Чикаго, поэтому ми ще часик подождем, хотя уже после таких разговорів ну, вже хочеться, як би, уже попробувати одно із цих блюд, к сожалению, недоступних і питейних каких-то там вариантов. Ну, над цим надо работать, не надо работать. Ну, а вот сегодня, да, сегодня ми вже нашу программу должны заканчивать. І мені хочеться поблагодарити наших корреспондентов. Ярослав, Татьяна, огромное вам спасибо. Ярослав, ну, как всегда, энциклопедия знаний в кухонных, кулинарных этих всех вопросах. Послушайте, ну, когда вы уже приедете к нам и покажете свою кулинарную искусю? Вы, кстати, это знаете в теорії или на практике тоже? Я? Да. Я просто не знаю. Могу все показать на практике. На практике. Так. Тогда мы объявляем Open House, то, что говорится, день открытых дверей в Сангейт-центр, и приглашаем всех, ну, виртуально, конечно, можно пригласить кого угодно, весь мир, но у нас тут как-то, в общем-то, люди приходят. Поэтому с надеждой на день открытых дверей… А что нам все это? Зладим белорусский ресторан у Чикаго. Кстати, я чуть не помню, чтобы было какой-то… Ну, я знаю, есть армянские у нас рестораны, есть азербайджанские, есть узбекские, но вот белорусского чего-то я не помню, чтобы у нас был белорусский ресторан… У Нью-Йорка была попытка или худко закрыли, потому что они сами не видели, что они делают. Я прошу дранику, они ничего сами не видели. Да. Ну, все-таки главная специальность Ярослава, будем говорить, все-таки журналистика, то есть он будет у нас главным консультантом. Хотя, да, вот поначалу покажет, как это все делать и из каких продуктов. Ну, вот со стороны Минска Татьяна будет тоже вот консультант, если вы, конечно, не возражаете. Я не в отражании, нет. Я уже разгромляюсь после такой передачи. Что мне готовать? Верощаку, альбо, может быть, мочанку с рыбами, альбо отразу браться на самолонку. Так она запрещена у вас, насколько я понял. Ну, мы ж подпольщики. Ага. Ага. Мы уже давно заберем, забороним. Я выключил в этот момент эфир, чтобы нас не слышали. Это между собойчик такой о том, что, да, законы для того и создаются для того, чтобы их нарушать. Правильно? Хорошо. Большое всем спасибо, наши дорогие радиослушатели. Всем вам привет из Минска, Беларусь, из Нью-Йорка, из Чикаго. И до новых встреч по воскресеньям. Напоминаю, у нас программа, которая называется «Мой уродный Куд». На территории Москвы и Минска эта программа идет в 6 часов вечера. На территории США в Чикаго средняя полоса – это 10 утра. Восточное время – это 11 часов утра. Ну, в Лос-Анджелесе, понятно, они еще спят. Там 8 утра. Там южане, они обычно спят. Поэтому, да, кстати, все программы, практически все программы, которые мы уже провели, они выложены на YouTube. Поэтому, если вы зайдете на YouTube и наберете там русскими, по-русски наберете, скажем там, «Ярослав Беклемишин», «Сангейт Центр», «Сангейт Центр», правда, набирать надо на английский, «Татьяна Сниткова», вы можете увидеть все эти программы и не только услышать, но и увидеть. Ну, и следующий у нас эфир предполагается во вторник. И у нас есть несколько вариантов этого эфира с Ярославом Беклемишевым. И мы это объявим, ну, не позднее, чем завтра, поскольку эфир во вторник. И время эфира у нас 12 часов дня по Чикаго. Время в Нью-Йорке час дня. Редактор субтитров А.Семкин